С сегодняшнего дня в Молдове начинается избирательный период перед выборами 24 февраля, который завершится одновременно с утверждением результатов Конституционным судом. Но страсти в стране кипят такие, что любому ясно, партии готовятся к борьбе за избирателя. Председатель парламента уже обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела. Лидер ПАС Майя Санду в ответ на открученные болты в ее машине пригрозила власти тюрьмой. Демократы мелочиться не стали и обратились с жалобами на своих конкурентов в ЦИК и Координационный совет по телерадио. Ну и вишенка на торте, Конституционный суд вновь решил, что если президент не согласен с решениями власти, то пусть власть его временно и заменит. Словом, в ближайшие месяцы нас ждут вот такие хроники. Почему так происходит и чем нам это грозит, давайте разбираться вместе. Вы смотрите Полис. Здравствуйте. И сегодня в гости я пригласила депутата, представляющего партию социалистов Республики Молдовы Григория Новака. Добрый вечер. Добрый вечер. Политического комментатора Валерия Реницы. Здравствуйте. Добрый вечер. И вот жду буквально с минуты на минуту. Обещался, что непременно будет. Владимир Боля это председатель Кишиневской муниципальной организации партии Действия и Солидарности. Даже вот не знаю с чего начать, потому что вы видите события какие у нас происходили за всю эту неделю, буквально сегодня даже. Вы люди сведущие. Это подборка новостей, которую я сейчас зачитала. О чем она говорит избирателям и о чем она говорит политикам? Григорий, ваше мнение. Последние события вообще лишний раз, подчеркиваю, лишний раз подтверждает, что страна вообще непонятно, куда движется и непонятно, какие события происходят вообще в стране. Мы видим декларации, которые даже журналисты интерпретируют по-разному. В том числе то, что задекларировал господин спикер Канду в США, когда на одном из ТВ, он, бог его знает, имел в виду еще и соседнюю страну или только нашу страну имел в виду. Потому что он сказал, что вот у нас якобы в феврале парламентские выборы, а в марте еще и президентские. Но он потом говорил, что это Украина имел в виду, но это все успели обсудить. Все успели обсудить и буквально, но это взбудоражило немножко людей. В том числе я даже наблюдал, журналисты не знали, журналисты пытались у нас уточнить, что он имел в виду Канду. Говорю, что вы нас спрашиваете? Спросите господина Канду, что имел в виду. Хотя мы понимали, что с точки зрения закона уже невозможно по срокам так быстро сделать президентские выборы, да и это практически невозможно. Это нужен референдум, есть определенные процедуры, которые никак не клеятся с тем, что он заявил. Но то, что на сегодняшний день мы видим, другие страны, скажем так, пытают интерес к нашей стране, наши политики, все где-то там пытаются мелькнуть, что-то сказать, что-то заявить. Но ясно одно, что без смены власти мы так будем на месте топтаться и не сдвинемся с мертвой точки ни на шаг, так как нынешнему правительству не доверяют уже ни Россия, ни Европа, и в том числе и Штаты. Спасибо. Валерий, вы опытный человек в плане того, что можете прокомментировать любую предвыборную кампанию. Что сейчас происходит? Ну, давайте скажем, в общем, что это хорошая пора для избирателей. Четыре года они пытались спросить своих избранных депутатов, что да как, что в стране, да как оно развернется. И редко им это удавалось. А теперь они ждут в гости депутатов, будущих избранников, чтобы... И на этот раз они будут ждать вопроса, что да как, и как оно развернется. Уже ответ даст избранникам, значит, электорат, народ, наш с вами народ. Поэтому я думаю, что, в общем-то, это и есть главное в это время. Независимо от того, от событий, которые происходят, я думаю, что избиратель уже понял, что вот сейчас, сейчас все начнется. Ему будут предоставлять новую информацию. К ним будут ходить в гости с разными эмблемами, с разными мессенджами, посланиями и так далее. Поэтому начинается очень интересная, по-моему, и напряженная пора. То, что напряженная, сразу соглашусь, интересная, ну, наверное, да, потому что есть какие-то такие моменты, которых до сих пор у нас не было. И мы, наверное, о них сейчас поговорим. Вот давайте начнем с позиции власти. Начали вы говорить по поводу заявления господина Канта. Давайте все-таки прокомментируем, потому что человек совершенно четко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела. Вот как вам это заявление, и почему он сделал его в Соединенных Штатах Америки? Хороший такой, на мой взгляд, вопрос. Господин Навак. Ну, а кому, если не американцам понравилась бы такая, скажем, такая речь, скажем так? Естественно, американцам понравилась бы. Но это традиционно. За последние, как минимум, лет 10, вот если, сколько у нас не были выборы, вот именно за месяц-два перед выборами, а чем ближе к выборам, тем больше вероятно, что появится вот эта рука Москвы или русские танки. То есть это традиционно уже, вот это пугает людей, что вот-вот-вот, вот-вот-вот, вот будут русские, вот русские танки, вот они под Кишиневом или в Аненах, или вот рука Москвы. То есть это случается в период выборов. Оно традиционно, я не помню, по крайней мере, выборов с 2009 года по сегодняшний день, чтобы не было этой риторики. То есть антироссийской и постоянно подчеркивает вот эту, скажем так, российскую угрозу. Ну, эта риторика была всегда, да, но никогда не было вот таких вот четких обвинений, понимаете, потому что Россия вмешивается в предвыборную кампанию разных стран. Это уже стало таким трендом, знаете, и вот теперь Молдова, мы совершенно четко об этом говорим. И приводим даже... Людмила, я сегодня где-то читал, что во Франции собираются провести расследование, если эти желтые жилетки не русского происхождения. Ну, это украинцы так посчитали. Это уже, ну, доходит до такого маразма, что, ну, всем смешно, но зато, знаете, есть что обсуждать. Есть о чем говорить. Да, есть о чем говорить. Люди не пытаются вот понять, почему эти люди недовольны. А что, мы обрадовались бы сильно, если бы нам подняли цены на топливо, на, ну, все остальное. Конечно, нет. И в этом случае легче найти какого-то мифического врага и объяснить, что вот они виноваты, вот они вмешались. Но никак не признавать свои ошибки. То же самое вспомните, когда были выборы в Соединенных Штатах, когда выбирали президента. Никто же, никто же не говорил о ключевых ошибках Клинтон. Ну, никто не говорил о них. Но зато начали искать где-то там, что российское вмешательство. Там якобы через Фейсбук как-то повлияли. Ну, это... Ну, потом, да, целые комиссии были созданы в Конгрессе. И по сегодняшний день никто ничего толком не смог сказать. Ну, вот не смогли, а наш спикер смог. Вот он сказал, да. Он сказал, когда попросили назвать эти формы вмешательства, он так и сказал. Первое. Финансирование партии, в том числе с помощью НПО. Я хочу вот тут НПО услышать с российским... Ну, наверное, господин Кондо имеет в виду этот Open Dialogue, который... Вот они создали эту парламентскую комиссию. И якобы там... Причем я не могу понять, при чем тут Россия. Потому что там финансовые потоки якобы из заключения этой комиссии шли из Польши, из других стран. Ну, понятно. В том числе из России. Ну, давайте я все зачитаю. А виноват там на России? Второе. Это СМИ. Дезинформация, пропаганда. Ну, как СМИ, потому что у нас уже запрещены все выпуски новостей, аналитические программы, значит, на русском языке, если российского производства. Нет, понимаете, когда крутят новости, в Соединенных Штатах там спят. И они думают, Кондо еще думает, что там не видят, потому что спят, когда крутят новости. Он надеется, по крайней мере. Ну, наивный человек. На самом деле там тоже следят за этим. То, что им это выгодно, это другой вопрос. Но на сегодняшний день нет никакой угрозы. Так, ну, это так. Третье. Энергетика. Потому что Молдова остается страной на 100% зависимой от российского газа. Значит, и четвертое. Оккупированное Приднестровье, где расположены российские войска, это тоже вмешательство. И вот пятым пунктом спикер назвал кибератаки. Вот сейчас внимание. Мы почти каждый день фиксируем хакерские атаки на правительственные и парламентские системы. Я так понимаю, что здесь имеется в виду со стороны России. Если мы обвиняем здесь во всем Россию, да, вмешать в свои внутренние дела, то вот, пожалуйста, я настаиваю на вашем комментарии. Это получается у нас каждый день на правительственные и парламентские системы русские хакеры проводят свои атаки. И поэтому мы говорим, что вот Россия вмешивается в нашу предвыборную кампанию. Людмила, я не адвокат Российской Федерации, но, как по мне, я не знаю, насколько господин Канду силен в кибернетике, но хакеры, как правило, они не такие уж и наивные. И как он вычислил этот след? Вот мне интересно, что атака идет из России. Да, господи, что вы говорите? Это очень сложный процесс. Я общаюсь, потому что для меня это вот, то, что касается кибернетики, это тоже, скажем так, не совсем мой направление, скажем так, которое я знаю настолько хорошо, чтобы мог сказать. Но я обсуждал этот вопрос. Есть ребята, которые, в том числе, кандидаты в докторы, пишут сейчас в докторскую. Они говорят, ну, это практически невозможно вычислить. Ну, вот, не знаю, на чем базировался, но, тем не менее, такая информация у нас есть. То же самое я могу сказать, что это хакеры демократической партии. Ну, вот, мое предположение, да? Но это, как у меня нету этих доказательств, так и у него нету. Поняла. К нам присоединился господин Боля. Добрый вечер. Добрый вечер. Я прошу прощения за опоздание. Мы вас приветствуем и говорим вам, что мы на данный момент обсуждаем заявление господину Канду о том, что Россия вмешивается во внутренние дела в Республике Молдова. Валерий, ваш комментарий попрошу, но попрошу еще вспомнить, что до этого во вмешательстве России обвинил и премьер-министр Павел Филипп, если помните. Почему он об этом сказал? Потому что господин Додон съездил в Российскую Федерацию и добился амнистии для наших граждан. И вот, когда речь зашла о том, что наши граждане будут возвращаться в определенный период, господин Филипп сказал, что Россия вмешивается в предвыборную кампанию. Смотрите, и премьер, и спикер говорят вот такие вещи. Валерий, ваш комментарий. Ну, я скажу сначала, что это вынужденные заявления. И почему? Мы должны помнить, кто мы, Молдова, в политическом плане. И каков наш статус. Мы не члены G7 и не члены 20-ки. У нас есть свой маленький политический статус. Поэтому после Крыма и после жестких станций Запада в сторону России мир, можно сказать, перевернулся. Мы никогда не слышали такого публичного жесткого разговора между сильным и миром сего. Некоторые сильные комментаторы говорят о том, что, в общем-то, теперь труднопредсказуемо, что случится вообще в мире. И что скажет, и какая позиция будет у каждого из этих, скажем, G7 или G20. И я думаю, что все, что делает сейчас власть во внешнем плане, во внешней политике, это попытка как-то сбалансировать себя, как-то удержать себя вот в этих быстрых течениях. Скажу, по моему мнению, что, в общем-то, последние два года некоторые люди из Евросоюза натравливали нашу власть на Россию. И когда наша власть вошла в эту игру, случилось непредвиденное. То есть нам отказали в финансировании, 100 миллионов, хотя выполнить нужно было какие-то технические условия. Вы помните, да, 7 было выполнено, еще 3 сказали, там какие-то недоработки. А потом грянули выборы местные. А потом они сказали нет. То есть, по-моему, у них этот ответ был заранее заготовлен. И все это, эта дружба с ЕС, да, пришла в критическое состояние, когда уже была известная политическая резолюция, да, по нам, недавняя, где, в принципе, как бы карты раздавались так, чтобы выгодно было оппозиции. И тогда, естественно, значит, в нашей внешней политике должен был появиться сильный партнер, надежный партнер. Этот партнер оказался в Соединенные Штаты Америки. Поэтому, исходя из этого, и получились все заявления, все, что говорил господин Канду. Я согласен, что в некоторых вещах, может быть, он так бы утрировал некоторые вещи. А если стать на позицию, скажем, просто России, то эти вещи кажутся, как бы, иногда даже бессмысленными, да, если стать просто на позицию России. Но, тем не менее, нужно вот брать все, смотреть в комплексе. И, ну, попытаться не то, что оправдать власть, а попытаться понять, где мы, как страна, как государство, в этой сложной геополитической ситуации. Спасибо. Вот тот, кто точно не будет пытаться оправдать власть, это оппозиция. При любом раскладе. Вот сейчас, поэтому этот вопрос я буду адресовывать господину Боле. Согласны ли вы с тем, что утверждает Валерий? Прошу вашего комментария вот этого заявления Канду в Соединенных Штатах. Да. А в Соединенных Штатах или в России? В Соединенных Штатах он это заявил. Если бы он это сказал здесь, в Молдове, мы, возможно, бы не так удивились. Но это же было сделано в Соединенных Штатах. Дело в том, что, когда говорит премьер-министр Молдовы или председатель парламента Республики Молдова, для меня становится важным то, что он говорит, с момента, когда он приносит какие-то доказательства. Вот когда говорит первый человек и второй человек, ну, премьер-министр и председатель парламента Республики Молдова, они должны выйти и сказать, что вот у нас есть на основании каких-то там разработок, спецслужб, не знаю, ФБР подарило, ЦРУ подарило, еще кто-то там. Вот анализ, и у нас есть доказательства, точные доказательства. Потому что мы говорим о первых лицах государства, которые приносят какие-то обвинения другому государству. И поэтому я считаю, что в обязательном порядке нужно говорить доказанные вещи, уже доказанные вещи. А просто так, когда говорит председатель парламента или председатель правительства, я считаю, что это просто поиск так называемых врагов, доказательство того, что у тебя никаких успехов, а ты должен объяснить, почему у тебя нет этих успехов, понимаете. Потому что ты находишься 2009 года у власти, ты находишься 2009 года у руля вот этого государства, и в парламенте у тебя большинство, и в правительстве, у тебя свое правительство. То есть ты должен практически переходить на третий этап, самый важный, они перешли уже там в 2015 году к этапу доказательства на деле, всего того, что они пообещали и наобещали с 2009 года. И вот этих результатов практически нет на самом деле, или они очень маленькие, или они просто вот сейчас на последней 100 метровке, они к нам показывают там хорошие и плохие дороги, там у них проект, увеличение заработной платы, увеличение пенсии, которых на самом деле нет. Вот эти подачки предвыборные по 600 лей каждому пенсионеру и так далее, потому что иначе как подачек для них, и тем более их можно считать даже предвыборными подачками для вот этих людей, их нельзя считать. Я считаю, что это просто прикрытие для своего практически полного неуспеха на политическом поприще в Республике Молдова. Спасибо. Развернутый ответ. Как видите, у нас мнения в студии разнятся. А я продолжаю говорить по поводу действий власти. Смотрите, представители молдавской власти не только делают заявления, но они еще и предпринимают конкретные действия. И на этой, вернее, на прошлой неделе совершенно четко демократическая партия дала понять, что она не потерпит, если будут партии поступать в разрез ее представлениями, ее видениями, значит, об их действиях в предвыборный период. Но жалобы в том числе и на вашу партию, в том числе и на вашу партию, значит, в Центральную избирательную комиссию и в Координационный совет по телерадио. Вот почему ДПМ это делает и о чем это говорит? Григорий. Ну, как по мне... Давайте напомним, что социалистов обвинили в том, что они заранее начали предвыборную кампанию, выдвигаете кандидатов, вот этим занимаетесь, не ждете, ведете себя плохо. Да. Ну, я хотел маленькую фразу добавить к тому, что сказал господин Боля. Я с ним, в принципе, согласен. ДПМ на сегодняшний день действует по принципу, если нет врага, то его нужно придумать. Вот из этой области, все, что они делают. Кстати, это не последнее дело в политике. Ну, возможно. Но, возвращаясь к вашему вопросу, в первую очередь, господа демократы забыли прочитать закон о политических партиях, в котором очень четко написано, что любая политическая партия имеет право проводить в течение года, когда хочет, разного рода политических мероприятий. Мы на сегодняшний день проводили, вот до сегодняшнего дня, праймерис, который мы проводили в районах. Другие партии... Демократы тоже в свое время проводили праймерис, правда? Демократы. Да, проводили. Они проводили, тоже было такое. Я продолжаю мысль, почему-то, когда демократы проводили праймерис, это было законно, а когда мы проводим праймерис, то это уже незаконно. То есть, как по мне, это очень странно звучит. Второй момент. Господа демократы уже заранее знают, что они в следующем созыве парламента, но не будут они уже контролировать ни правительство, ни парламент. И как мы видели, все заявления, которые были сделаны, ну, все опросы показывают, какие политические партии проходят в следующем парламенте, и кто не проходит. И те, которые проходят, но на сегодняшний день находятся в оппозиции, будь это парламентская оппозиция или внепарламентская, все уже четко сказали, что не собираются сделать коалицию с демократами. Для них это очень плохо. Они большинство, ну, давайте будем смотреть правде в глаза, но никак они не возьмут. Если они пройдут в парламент, это еще хорошо. Но о большинстве пускай забудут. Мы хотим парламентского большинства, конечно, хотим. Это не будем скрывать, это цель, это как и наша цель, это так. Это цель всех. У всех та цель. Это, в принципе, суть политических формирований, чтобы прийти к власти. И долго там оставаться. Ну, насколько решит избиратель. Да, вот только хотел сказать, его величество избирателей решает, насколько долго. Но каждый хочет. А всегда должно быть. Поэтому на сегодняшний день они готовят почву для непризнания, теоретически непризнания выборов. То есть они готовят почву заранее, якобы, ну, блок ОКОМ. Они тоже проводят свою политическую деятельность, информируют людей, встречаются, общаются. Да, но демократы говорят, ну, нет уже такого, они не зарегистрировали блок ОКОМ или движение. Они по отдельности, зачем в документах они пишут? Сейчас мы послушаем. Как мы, так и они. Они же не проводят агитацию предвыборную. Давайте голосуйте за социалистов или за других. Никто же об этом не говорит. Но господа демократы что, хотят нам запретить вообще встречаться с избирателями? Общаться уже хотят? Ну, давайте мы не будем встречаться раз в 4 года перед выборами. Так мы же встречались и в прошлом году, и в позапрошлом году. Мы постоянно с ними встречаемся? Ну и что? Что-то мы нарушаем? Да, конечно, нет. Это же глупость. Поэтому на сегодняшний день они готовят такой сценарий. То есть они почву готовят по непризнанию выборов. Ну, это громкое извлечение, да. Но в этом случае, если мы идем на досрочные выборы, то в этом случае шансы демократов еще ниже, чем на сегодняшний день. То есть они и сейчас не такие уж и велики. Но если и по их вине еще сорвется что-то, и не скогулируется какое-то, не знаю, большинство, или одна партия, или другая, как решит избиратель, то я не исключаю... Мы уже свое заявили, вот я не буду говорить... Вот сейчас господин Боля прокомментирует, мне интересно. Вот претензия к вам такая. Нету, не существует еще АКУМ, а вы уже от его имени, вы уже и блок сформировали, и либерал-демократы к вам присоединились, и все это как-то вот не очень ясно. Я учился в Ленинграде в военном политическом училище, и то, чем мы занимаемся на сегодняшний день, называется партийно-политическая работа на местах. Мы информируем население. То есть политическое руководство наших партий, вот этих двух партий, да и ПАС, принято решение о том, что создадут вот этот блок. Мы должны проинформировать население об этом. У нас нет телевидения, у нас нет другого метода, кроме как поехать по деревням и селам. Мы уже были где-то в 356 деревень, вот, проехались. Мы встречаемся с людьми, и да, мы не проводим никакой агитационной работы. Мы не говорим, что мы, они, люди, должны обязательно за нас проголосовать. Мы их информируем о наших планах, и о том, что мы создадим. То есть мы приняли решение, и после этого мы создадим, юридически оформим вот этот блок. Это так называемая работа, которую мы проводим, и это абсолютно легальная, нормальная политическая работа. Вот такой работой должны заниматься все политические партии в период между выборами. А когда начинается непосредственно уже сам агитационный период, то да, конечно, мы говорим, надо голосовать за Попецкин, Юрьевского, Юрьевского, Иванова, понимаете, вот за этих людей. А мы сейчас это вообще не говорим. И мы никого не призываем голосовать за Пас, за Кум, против кого-то. Мы вообще этого не говорим. Мы просто информируем людей. И мы встречаемся с людьми, мы сами информируемся от людей о их проблемах, о их желаниях, как они воспринимают этот блок, как огромное количество людей приходят своими мыслями, своими идеями к нам. Есть люди, которые на встречах против нас. То есть мы не хотим сейчас сказать, что все люди, которые приходят, будут голосовать за АКУ. Это просто люди, которые приходят и получают какую-то информацию, им интересно, их интересует, они приходят и получают какую-то информацию. И после того, как будет дан старт вот этой выборной кампании, предвыборной кампании, мы, конечно, уже проведем нормальную агитационную работу. То есть я считаю, что мы вообще не нарушаем закон. И да, я согласен с господином Григорием Наваг в том, что наши правители на сегодняшний день, я даже не могу их назвать демократической партией, потому что это профанация самого слова демократия. Назовем их так, просто партия. Потому что они ведут, начиная с 20 июня вот этого года, текущего года, они просто устроили какую-то диктатуру, непонятно чего. Это диктатура денег, это диктатура, не знаю, какой-то группировки людей, но только это не политическая партия. Потому что борьбу, которую они ведут, не на жизнь, а на смерть, по-настоящему, я даже не метафорой сейчас говорю, это за деньги, понимаете. Это люди, которые просто вкусили вкус вот этих огромных денег. Потому что весь бюджет государства молдавского принадлежит им, они ими распоряжаются. И вот эти могут сейчас дать 600 лей подарок, потом еще 500 лей дадут. После 25, если, не дай бог, они останутся или придут к власти, эти деньги они дерут со всех абсолютно. Тех же пенсионеров, со всех людей, которые занимаются бизнесом. Абсолютно со всех людей. Абсолютно со всех людей. Сказок не бывает. Просто не бывает. Это страшная политическая партия, которая занимается мародерством и будет заниматься и дальше. Спасибо. Валерий, у вас как аргументы? Чьи? Более, как бы сказать, вам близки? Или наоборот? Ни одного, ни другого у вас не устроили? Если речь идет о том, что о замечании, которые сделаны демократической, можно я буду называть все-таки демократической партией? Это вас? А не просто партией. Я думаю, что это совершенно ваше право. Я так думаю, что по чину военную я ниже господина Боли, поэтому я спрашиваю разрешения. Я или того, ниже не бывает. Это был политический ход довольно мягкий, потому что были сделаны замечания, но не требовались санкции. Ответы были тоже не очень жесткие. Такие тоже, которые как-то объясняли то, что произошло. Тоже довольно мягко. Я не вижу здесь большой проблемы. Просто я думаю, что доводы, которые приводили люди из демократической партии, я их знаю, я дискутировал в последнее время в студиях с представителями партии, то я думаю, они будут посерьезнее, чем, например, довод, который приводит госпожа Майосанду, когда говорит, что у нее по проискам врагам отвалилось колесо на машине. Мы сейчас попросим прокомментировать. Эти доводы имеют немножко другой характер. То есть вас не убедила эта ее реплика? Надо, чтобы она попала в аварии, чтобы она умерла. И после этого скажут, да, извините. Конечно, да. Это должно быть. Это вообще не должно быть. Понимаете, в государстве. Когда оппозиционные политические партии ходят по деревням, не имея телевидения, не имея права приходить на Молдову-1, который является общественным телевидением, у нас нет ни этого часа, ни минуты нет на этом телевидении. Мы должны куда-то прийти и говорить с людьми. И вы нас обвиняете, что мы проводим агитационную базу. У вас есть два телевидения, которые освещают вашу политическую деятельность. Это журнал ТВ и ТВ-8. У нас нет ни одного телевидения. Все, что у вас есть телевидение, значит, одна из ведущих ТВ-опт, это просто правая рука госпожи Майя Санду, которая все время дает телевизионный совет. Вы не понимаете, что это значит правая рука вообще? Ну, значит, наоборот. Майя Санду правая рука этой ведущей. Ну, тем более, вы не понимаете, что такое правая рука. Я хочу сказать про демпартию. Когда они обвиняют людей, которые ходят и раздают газеты, разговаривают с людьми, и в то же самое время полностью весь интернет, все телевидение, там огромное количество телевизионных каналов, которые показывают, как люди, одетые в костюмы демпартии, с этими розами, написано там ДПМ и так далее, раздают картошку или другую гуманитарную помощь какую-то. Вы понимаете, что это подсудное дело? Вот все, что они сейчас делают... Ну, давайте подсудим. Вот это просто подсудное дело. А вы жаловались? Ну, конечно. То есть, вот сюда надо как-то дойти, да? Вот господин Драгния, господин Драгния, за что он сейчас борется с судом и со всеми судами в Румынии? Вот за то, что его хотят посадить, за то, что он занимался, когда он был на Стасе, он занимался вот тем, что занимается сейчас демпартия в Молдове. Понимаете? Я хочу вернуться к этой истории с колесом, потому что очень серьезно. Вот это все, то, что заявила Майя Санду, она прямо сказала, что вот власть, да, и она пригрозила, что в тюрьму, значит, властью тюрьмой пригрозила. Вот почему она так уверена, что вот эта ситуация имеет в виду, я так понимаю, Валерий, вот с этими болтами, что это действительно происки представителей власти, что это не просто какое-нибудь, не знаю, ну, хулиганство там может быть. Вот вы же о доказательствах все время говорите. Вот базируется ли на доказательствах такое обвинение? Я думаю, что сейчас на сегодняшний день собираются доказательства и приведут. То есть пока нет этих доказательств? Да, но мы думаем, что она их найдет. Понятно. У вас будет какой-то комментарий по поводу этого колеса? Смелья на вакуум. Чудесно. Да, как-то. На самом деле, если это правда, то вообще это не смешно. А если это не правда, то это смешно? Конечно. Не, ну, в принципе, да. Извините, извините. Просто такими вещами, скажем так, не шутят. Но если это какой-то пиар-ход, я просто вспомнил несколько политиков наших молдавских. Один любитель бани на Рублевке, он постоянно вот об этом говорил, что вот меня собираются, на меня вот ко мне идут, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Есть свежий пример с президентом. Вам очень не нравилось, когда над этим шутили, правильно? Да, конечно. Но там была, то есть были доказательства, были фильмы, были фильмы с разных машин и так далее. Имейте в виду, что съемки были, не фильмы, а видео было этого инсидента. Господин Иринин, я просто вспомнил эту неприятную ситуацию с президентом, когда некоторые политики говорили, что президента вообще там не было. Другие говорили, что это инсценировка, что это пиар-ход. Да, что это пиар. Несмотря на то, что вот, образно говоря, этот пиар-ход реально попал на видеорегистратор машин разных, и видно было, что случилось на самом деле. Опять же, этот, как его, усатый. Я когда его услышал, что он говорил, что его скорая помощь с фолешт, которому подарил БСМП фолешт, приехала и забрала до Донна, и отвезла. То есть, вы понимаете, где фолешт и где случилось. Да, ну понятно было, Людмила и господин Новак, понятно было, что был материал, на чем спекулировать. И выдвигать разные версии. Но то заявление, которое было сделано Майей Санду, в той форме, в которой она была сделана, если хорошо приглядеться, то можно сделать, один вывод я уже сделал, не буду входить в подробности, но если вы хотите сделать из этого либо уголовное дело, либо политический пиар, господин Боля, нужно как-то более серьезно к этому относиться, а и не делать такие заявления, которые делала Майя Санду. Ну, насколько... Это было к господину Боля обращение. Мы, наверное, позволим. Не, я понимаю, но раз уже прозвучал вопрос. То, что касается президента, мы видели, обсуждали это не раз. Но то, что касается... Я, как по мне, я склонен к тому, что не верю этому. Объясню, почему. Госпожа Майя Санду никогда не ходит ни на одном мероприятии, не ходит одна. Это в первую очередь. Машину, понятно, не оставляют, куда попало. То есть, не оставляешь же машину, куда попало. Машину оставляешь... По крайней мере, так все стараются на освещенной территории, чтобы более-менее была какая-то охрана или еще куда-то в парковках. Охрана есть, и машина всегда под присмотром. Мы видели, что она ходит даже на рынке, даже на маршах. Есть и тому очень много примеров. Один и тот же молодой человек рядом с ней. То есть, это лично охранник, да? Совершенно верно. Он не охранник? Помощник, я не знаю, кто он. Член партии. Физический. Понятно, что нужно его принять в партию. Но... Нет, он до этого был партийцем. Ну, бог с ними. Но конкретно видно, что на всех мероприятиях, даже на том мероприятии, когда, помните, был, скажем так, образно говоря, разгон или что там было, или когда полиция попросила у памятника Штефа, опять же, этот молодой человек сразу даже защитил госпожу Санну. Ну, по-мужски это нормально, это хороший, нормальный, достойный поступок. То есть, никаких вопросов. Но есть другая сторона медали, которая говорит о том, что госпожа Санду ходит постоянно с охраной. Даже если это не видно. Понятно, что это не госструктура, не СППС. Но член партии решил, что нужно охранять госпожу Санду. То же самое. Если есть такие меры предосторожности, то, как по мне, невозможно так. Если захотели бы открутить эти болты, их бы открутили. Но попытаться только... И первым делом, если это так, первым делом господа Майя Санду должна была уволить охрану. Нет, у нее нет охраны. И она никому не платит за эту охрану. Это просто волонтер, человек, член нашей партии, который иногда помогает, когда непосредственно нужно больше охраны, больше безопасности. А так она вообще без охраны всегда ходит. Я не сама. Что касается самого этого казуса, я предпочитаю дождаться конечного результата, когда пройдет полностью анализ и выйдут с официальными документами, официальными заявлениями. Потому что на первоначальном этапе она поступила правильно, потому что в момент, когда она нашла и определила саму по себе эту проблему, она об этом сказала, заявила. На сегодняшний день проводится расследование. В конечном итоге выйдут и скажут, что было на самом деле. Кстати, а как, чесняюсь спросить, а как она заметила, что вы открутили болты? Не знаю. Ну я не знаю, я же не езжу с ней. Ну да. Как я могу сказать? Я поэтому и говорила о этом странном заявлении. Она говорила в смысле, что вот я ехала и почувствовала. Господа, мы будучи мужчинами, давайте дождемся официального расследования. Хорошо. Она-то не дождалась. Она объявила о том, что обнаружила. И это, я считаю, правильно. Она объявила и обвинила власть. Ну, в конечном итоге, давайте я вынуждена согласиться. Мне кажется, что будет правильно. Давайте дождемся официального расследования и потом будем делать выводы. Ну и обвинения в адрес президента, которые сегодня, как мы видим, завершились решением конституционного суда, который на время прекратил полномочия господина Додона. Вот вроде бы, знаете, и ожидалось. И сам президент об этом говорил. И тем не менее, как-то это все-таки удивительным образом выглядит. Господин Навак, ваш комментарий. Как к этому отнеслись в партии? Что вы думаете? Почему это было сделано? Неужели эти законы, на самом деле, получается, настолько важны для власти, что так, таким образом? Нет, ничего такого важного. Там то, что я уже где-то писал, что в шутку писал, что у господина Камбы есть мечта стать президентом на полчаса. Вроде бы 25 минут он уже собрал, осталось еще 5. Если по 5 минут считать, что за это время он успевает подписываться. Это в шутку. Но на самом деле это очень опасный юридический председент. На самом деле весь мир на нас смотрит и все удивляются, каким образом. Но давай они ухитряются это делать. Да, никто толком не может понять, зачем это нужно делать. Если мы говорим, что на сегодняшний день у нас есть правительство, есть парламент, у нас парламентская страна, и президент, по сути, должен быть тем балансом между ветвями власти, то мы видим, что в наших реалиях это немножко по-другому. Если президент пытается им объяснить, что, ну, ребят, вот, к примеру, то, что касается один из мотивов, один из законов, по дню 9 мая, по дню победы. Ну да, тоже это важная вещь. Президент пишет, хорошо, ребята, ну, Совет Европы-то празднует этот день 5 мая, почему мы должны праздновать его 9 мая? То есть давай как Совет Европы, то есть тут у него нету каких-то претензий, да? Хотите праздновать День Европы, так давайте его праздновать именно 5 мая, когда его празднует и Совет Европы. Почему мы должны праздновать 9-го? А Совет Европы 5-го? Да, 5-го мая празднует. Почему вы, я знаю, такую дату? Нет, нет, не 5-го мая, да. Ничего не празднует вместе с Советом Европы. И нет, это я вам точно говорю, что можете проверить, 5-го мая они празднуют. То есть если уже делать что-то, давайте сделаем мы нормально, да? Почему 9-го мая? С другой стороны, есть зачем еще один выходной и сделать изменения в кодекс выборов. У нас и так очень много этих праздников, выходных, которые потом нужно отрабатывать по субботам. Все по субботам работают, как работают. Кто работает, кто не работает. От этого государство ничего не выиграет, по сути. То, что касается республиканского стадиона. Да. Не было никаких публичных обсуждений. Есть закон о физической культуре и спорта, который гласит, что парламент не имеет права поменять статус этого объекта, пока он имеет спортивный статус, скажем так, имеет. То есть за ним, да, назначение спортивного. Назначение спортивное, да. Если бы на этом месте построили бы что-то другое, спортивное сооружение, ну нормально, ту же арену Кишинев, которую они хотели. И там бы осталась земля целая. Сколько они тогда? 70 гектаров, по-моему. 75, по-моему. 70-75 гектаров отобрали у населенного пункта и сказали, что, ребята, извините, а что, не поместилось бы эта арена в центре Кишинева? Ну я не знаю. Тут же ситуация еще и что-то посольство. Напротив, там есть что-то воинская часть недействующая. Могли бы ее отдать туда же. Ну, есть и такой вариант. То, что касается закона... Кодекс, вот здесь очень важно. Два закона о предпочинении карабинеров, к примеру, которые подрывают конституционные функции президента. Президент, по сути, ну не по сути, он является главнокомандующим. И с каких пор это вообще правительство или парламент решает, что делать и как делать, и вообще не советуясь с президентом, с главнокомандующим. Это уму непостижимо, что они делают. Вот почему. Люди должны понять, что это непростая, скажем так, президент, что должен? Нарушить закон, чтобы им понравилось. Да никогда он не будет это делать. Даже под страхом, что его будут отстранять или не знаю чего. Хотя это не отстранение, это, скорее всего, передача полномочий другому человеку. на подписание определенных законов. Это да, это сложно квалифицировать, потому что у нас в Конституции сама вот эта процедура, она как бы не прописана. Юридическое обоснование? Как хотим, так вот сейчас и можем трактовать. Юридическое обоснование вот того, что они делают, по сути, это бред полный. Статья 89 Конституции Республики Молдова четко предусматривает, какие механизмы отстранения президента от должности. Это должно быть проголосовано двумя-третьими депутатами. А они что делают? Взяли какой-то вот этот филиал ДПМовский под названием Конституционный суд и решили вопрос. Потому что не все депутаты хотят голосовать за этот бред, который они делают, понимаете? Потому что в кулуарах все обсуждают. Они же все понимают, что это юридический бред. Поняла вас. Господин Больн, вы как расцените этот шаг? Вот я слушал господина Навак, даже будучи депутатом. Вы помните, я был у вас на передаче, когда мы говорили про стадион. Я помню прекрасно. Тогда вы говорили, что позиции у партии нет. Вот мне интересно. Как нет позиции? Ну вы сказали, что у вас формулировано будет? Я повторю свою позицию с того дня и она актуальна на сегодняшний день по всему, что касается вот этой правящей партии. Беззаконие. То есть выполнение законов Республики Молдова. Вот выполнение законов. Вот этого нет вообще и в помине. Она полностью отсутствует. Нет никакого юридического обоснования всех их поступков. Понимаете, они берут законы и переделывают их. Или они просто не выполняют законы. Будучи в парламенте, будучи в Конституционном суде, люди вообще не выполняют законы в Республике Молдова. Никаких-то европейских, я не знаю, американских, российских. Нет. Мы говорим про молдавский закон. Вот до меня говорил депутат из парламента. Республики Молдова. О полном невыполнении. Понимаете, если надо говорить про президента и ворот эти пять его уже отставок вот этих пятиминутных и типичмент, ты должен выйти перед своим парламентом и сказать, что он сделал согласно Конституции. В парламенте должны проголосовать. Если не проголосуют, другого нет. Понимаете, вот просто другой возможности нет. вот нельзя просто так создавать какие-то законы. Вот нельзя просто так отключать президента на пять минут. Нельзя. Вот просто нельзя. Но такого не может быть. Вот смотрите, Меркель. Были выборы. Она полгода вела переговоры со своими партнерами, чтобы убедить их, чтобы создать вот это правительство, чтобы она стала канцлером Германии. Она же не поменяла законы, вы понимаете? Даже будучи столько лет в голове вот этого государства, правительства германского, будучи очень важным и влиятельным человеком на уровне мира, она не позволила себе ни на йоту поменять закон в свою пользу. Вот это значит уважение к законам. Но уважение к законам в Республике Молдова отсутствует полностью. То есть мы говорим о полном политическом бескультуре, о полном законодательном бескультуре в Республике Молдова на сегодняшний день. Спасибо, Валерий. Да, я переправил. Которого моя Святой Европы празднует. Спасибо. Валерий, ваш комментарий. Вы смотрите, говорят, что президент не подписывает, потому что это нарушение закона. И сегодня Игорь Николаевич заявил о том, что эти законы все равно, когда придут к власти социалисты, очень скоро, что они аннулируют то, что было подписано сегодня. И сказал, по-моему, что Конституционный суд аннулирует его полномочия. Вот такой ответ. Ваш комментарий. Если придут к власти социалисты, то, конечно. Не если, а когда. В общем-то, да. Не буду останавливаться на этом. Этот механизм, который создан юридически, он все равно уже создан и работает. Я его комментировать не буду, потому что юристы спорят, пусть спорят. Дальше. Пока он работал. Сработает в последний раз, посмотрим. Можно сработать. Второе. Второе. Нет, еще не сработал, потому что ведь господин Дадон еще не подписал второй раз. Значит... Уже есть такая информация, что он уже сделал это. Есть у вас такая информация? Да, у меня есть такая информация. Я прочла, что он подписал уже. Еще два аспекта, которые здесь обсуждались. Стадион, арена и так далее. Ее строить в центре города, я уже говорю вам, как футбольный человек. Я думаю, нерационально, потому что инфраструктура стадиона это совсем другое. Совсем другое. Это нужны другие площади, другие подходы, другая инфраструктура. Да, да, да. Они же прямо в самой центре города находятся. Большие стадионы. понимаете, они теперь не рады этого. Я не знаю, как их, когда их строили, были ли они в центре. Знаете, как кладбище в селе. Оно строится на окраине, а через 50 лет получается, что оно в центре. Я не знаю. Просто такая история. Я сам строил стадион в своем селе и знаю, что это такое и что значит подходы к стадиону и так далее. Хорошо. По арене и так далее. Ну, получается, что у нас сейчас самый главный внешний партнер стратегический Соединенные Штаты. И вы думаете, из-за этого нужно им дать территорию для послуживания? То есть у нас курсы европейские, а партнер Соединенные Штаты. И вы думаете, что можно спорить с главным стратегическим партнером? Нет, у меня возникает сразу вопрос. То есть мы хотим и стремимся в Евросоюз, ну как мы, то есть страна как бы, да, а партнер Соединенные Штаты. Мы стремимся, как вы говорите, ну как в Европе кризис лидеризма, мы будем вот этим заниматься, я правильно понимаю? Так. Ну пока в Европе не принимают, будем дружить с Китином. Ну, что касается выполнения, невыполнения законов и то, что я как понимаю правая оппозиция собирается все выполнять точь в точь, то по учебнику это верно. Но дело в том, что вы, когда придете в парламент, я не знаю в каком количестве, вы же не приведете туда шведов или немцев, да, вы приведете тех же молдаван, и мы даже знаем, кого, и мы даже знаем, кого, это часть тех либерал-демократов, которые когда-то работали с Филатом, и как они работали вместе с Маей Сандо, мы тоже знаем, и как они нарушали, тоже знаем. Поэтому давайте говорить так, как есть в реальной политике. В реальной политике большинство, да, делает так, как считает нужным. Вы считаете это правильным? Я считаю это реальным, а не правильным. А Вы считаете это правильным или неправильным? Правильным это может быть у нас, неправильным может быть в любимой вам Германии. Я говорю про Молдову. А я считаю, что это должно быть законно. Я не знаю, правильно это или неправильно. Вы считаете, не выполнять законы и все законы под себя переводить, это нормально, да? Я считаю, что те, которые вы приведете в парламент, они те же, они так же будут... Давайте дождемся и увидим список партий. Я могу это сказать до того, как вы придете в парламент. Мы еще все молоды. Мы будем живы, не помрем. Мы встретимся. Более того, я захочу, чтобы вы приходили и мы встречались вместе. Дай бог, что мы все были в этом парламенте. Вы знаете, господин Боля, я очень пострадал от той власти Филата. Очень пострадал. И я боюсь, что... Я боюсь встреч с вами. Вся Молдова пострадала от этого Филата и от всех остальных. Нет, будет время, я скажу, как. Я скажу, как, кто, потому что все, как говорите вы, это живые люди. Ну, конечно. Это живые люди. А надо говорить сейчас. А чего вы боитесь? Не надо бояться вообще ничего. Я боюсь Филата, потому что его власть не кончилась. Я боюсь Майю Санду, потому что она может прийти к власти. Вот чего я боюсь. А вашу Майю Санду, которую вы олицетворяете, как... Это просто член партии. Да, это для вас, как я понимаю... Это наш... Да, как я понимаю, это олицетворение демократии. Так вот, если эту даму одеть в соответствующую форму, я думаю, что она очень хорошо бы смотрелась в фильме про Штирлица. В форму чего? Я не понимаю. Вы не будете уточнять? Нет. Наше время вышло, к сожалению. На самом деле, дискуссия у нас получилась с вами интересная. Остались еще вопросы по вашим прогнозам на предвыборную кампанию. Но я думаю, что у нас будет с вами еще время на самом деле встретиться и еще раз это все обсудить. Спасибо, что пришли и говорили на эти темы. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова